Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время говорить». Вот главная тема сегодняшнего выпуска. Зима пришла, откуда и не ждали. Но не все горожане ей обрадовались, а автомобилисты в особенности. Первый снежный понедельник ознаменовался десятками автоаварий. Операция МАК-2014. Сотрудники госнаркоконтроля на прошлой неделе изъяли более 5 килограммов марихуаны. В Рязани появился масштабный автомузей. Выставка миниатюр марок разных лет будет работать до 9 ноября. Ну а теперь обо всем подробнее. Неожиданный приход зимы, безусловно, обрадовал не всех горожан. Заснеженные дороги и тротуары уже стали причиной нескольких десятков дорожно-транспортных происшествий. Видимо, многие автовладельцы попросту не успели переобуть свое авто в зимнюю резину. Ну а некоторые еще продолжают лихачить, как и в теплое время года. Хотя пора, наверное, уже привыкать к заморозкам, обильным снегопадам и, как следствие, к гололеду. Ведь по прогнозам синоптиков температура воздуха, по крайней мере, в ближайшие полторы недели будет в районе около минус 5 градусов. В общем, золотая осень, похоже, уже не вернется. Вот уж напасть так напасть. Кто бы мог подумать, что в середине октября выпадет такой слой мокрого снега. Многие автовладельцы, видимо, не смогли смириться с прогнозом синоптиков и решили отложить суету, связанную с шиномонтажом, на потом, чем многие из них и поплатились. С наступлением осенне-зимнего периода погода часто у нас преподносит, так скажем, сюрпризы. Так вот, сегодня только 20-го числа, в период с 7 до 10 утра, произошло порядка 32 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями по причине состояния уличной дорожной сети. Вот хочется обратиться ко всем водителям, не затягивать с переобувкой своих машин, то есть поставить все-таки побыстрее зимнюю резину и выполнять несложные требования безопасности, которые помогут обезопасить себя и других участников дорожного движения. Проще говоря, не гоняйте, резко не тормозите, соблюдайте дистанцию. Перепад температуры от положительной к отрицательной был действительно резким. В пятницу и в субботу из-за сильной гололедицы улицы города были буквально забиты транспортом. Дни жестянщика никто не отменял, а они и в нашей стране традиционны. Между тем, позвольте заметить, дороги утром понедельника уже почистили и посыпали песко-соляной смесью. Дирекция благоустройства города еще на прошлой неделе отчиталась о полной готовности к любым капризам погоды. Вот вам, пожалуйста, каприз, а вот вам и обещанная снегоуборочная техника. Снегопад начался сегодня в 3 часа ночи, в начале 4-го. Дирекция благоустройства города была готова к снегопаду одновременно с его началом практически в 3.30. 8 машин песко-разбрасывателей вышли на посыпку городских улиц. В первую очередь посыпались перекрестки, подъемы и путепроводы. Затем песко-разбрасыватели приступили к разбрасыванию смеси по улицам города, по которым осуществляется движение транспортных средств общего пользования. После того, как смесь отработала, в 9 часов было выстроено 2 колонны по 6 единиц техники с отвалами, и дирекция приступила таким образом к очистке непосредственно улиц. В настоящее время обе колонны продолжают свою работу. Организовано сопровождение Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работа будет продолжаться до тех пор, пока снег не будет убран с улиц. На этой неделе обещают настоящие заморозки, причем не слабые. Так что, уважаемые рязанцы, будьте осторожны и внимательны на дорогах. От трудностей, так сказать, всеобщих теперь перейдем к проблемам личным, бытовым, но при этом не менее тяжелым. В многоквартирном жилом доме на улице Станкозаводской, что в микрорайоне Конищево, в одной из квартир обвалился потолок. Подробности этой коммунальной трагедии в репортаже Оксаны Тебенихиной. Если в вашей квартире с потолка упадет пласт штукатурки размером со шкаф, вы наверняка будете, мягко говоря, удивлены. Екатерину такая неожиданность тоже выбила из колеи. Пару дней назад, средь белой дня, трехсантиметровый слой потолочной штукатурки рухнул прямо в детскую кроватку, в которой в это время спал ее семимесячный малыш. К счастью, мама успела выхватить ребенка из люльки до того момента, как произошел инцидент. Примерно около 12 часов дня обрушился кусок штукатурки с потолка вместе с обоями, размером около 4 метров. В этот момент спал ребенок в детской кроватке моей, семимесячной. Еще какие-то секунды, и малыша можно было бы уже не спасти. Обращалась семья пострадавших от падения потолка и в местную управляющую компанию, и в администрацию города. Никто им помочь желание не изъявил. Квартира, мол, приватизирована. Пришла мастер из ЖЭО, осмотрела комнату, то есть без каких-то бланков, без составления актов. Просто посмотрела, сказала, мы вам попробуем чем-то помочь, и ушла. Больше ничего нам не предлагали. Никуда больше не звонили? Мы звонили, мы звонили в управляющую компанию, мы звонили в администрацию города. Везде идет отказ. Дом приватизирован, по закону мы уже не имеем права что-либо требовать от государства. До этого ничто не предвещало беды? Нет. Трещин не было? Не было ни трещин, ни провисаний. Буквально за 4 часа потолок начал провисать в 8 утра. Буквально за 4 часа он обвалился. А случись что-то страшное. Упади потолок на голову Екатерине или ее малышу. Кто понес бы ответственность за происшествие? Когда же уже начнет работать эта бестолковая, проржавевшая машина с коммунальной направленностью? И приносит ли она вообще хоть какую-то пользу народу? Сейчас в России ведется полномасштабная антинаркотическая кампания по выявлению и задержанию наркоторговцев, продающих смертельно опасные спайсы. Однако, рязанские оперативники наркополиции не снижают бдительности в работе и по другим направлениям. В рамках операции МАК-2014 только за прошедшую неделю сотрудники регионального управления госнаркоконтроля изъяли более 5 килограммов марихуаны. 5 килограммов марихуаны. Такой объем наркотиков был изъят сотрудниками госнаркоконтроля в ходе операции МАК на прошлой неделе. В Спасском районе наркополицейскими был задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. 3,5 килограмма каннабиса было изъято у мужчины в ходе досмотра. Еще один товарищ 34-х лет был задержан в поселке Борке. В багажнике его автомобиля был обнаружен пакет с марихуаной массой в 1,5 килограмма. Следствием устанавливаются обстоятельства совершения данных преступлений. Расследуются уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков в крупном размере. В соответствии с санкциями данной статьи фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Теперь перейдем к новостям более спокойным, мирным и творческим. В одном из торговых центров Горрощи открылась большая выставка моделей автомобилей. Прийти и посмотреть на миниатюры разных марок можно абсолютно всем горожанам. Благо, что вход на экспозицию бесплатный, но работать она будет лишь по выходным дням. На открытии масштабного автомузея побывала Наталья Новикова. Какой мальчишка не любит играть в машинки, а подрастая не мечтает о своем железном коне, теперь уже настоящем. Любовь к автомобилям у представителей сильного пола, видимо, в крови. А вот если еще и страсть к коллекционированию заложена в человеке, то он в собственный автомобильный парк обеспечен, пусть даже и в миниатюре. В пятницу, 17 октября, в торговом центре «Десяточка» открылась выставка масштабных коллекционных автомобилей «Масштабный автомузей». Посетив выставку, можно увидеть модели военной, полицейской, медицинской, пожарной техники, городского общественного транспорта, полной коллекции ретроавтомобилей и мотоциклов. Выставка проходит в нашем городе уже не впервые. В этот раз представлено около 600 моделей автомобилей, а участие в выставке принимают 10 коллекционеров и сборщиков моделей Рязани и области. На этой выставке я представляю военную технику. Здесь представлена практически вся номенклатура военной техники, грузовики, джипы, даже есть легковые автомобили, которые были на вооружении нашей советской армии, начиная с 1924 года и практически по современности. Можно представить АМАФ-15, это самый первый отечественный грузовик. Также здесь представлены очень редкие образцы, которые не поступали на вооружение, но были в единичных экземплярах. Ну, допустим, как вот этот УАЗ-3172. На этой выставке представляю модели из своей коллекции, посвященные знаменитому Ураль-Рейду Париж-Дакар. Как давно занимаетесь коллекционированием и вообще откуда взялась такая вот любовь? Коллекционированием моделей занимаюсь с 6 лет, сейчас мне 32. Конкретно Париж-Дакаром увлекся, ну, последние годы 3-4, наверное. Всегда как-то к автоспорту был неравнодушен, ну, соответственно, вот вылилось это такое влечение, в том числе и Дакаром. Оценив, с какой точностью воспроизведены экспонаты выставки, можно убедиться, что коллекционирование – это не только увлекательный способ проведения досуга и не просто собирание. Как правило, коллекционирование подразумевает наличие у коллекционера глубоких знаний о самом предмете, истории его развития и всего, что прямо или косвенно с ним связано. Посетив выставку, можно не только полюбоваться на всевозможные машинки в миниатюре, но и узнать что-то новое или вспомнить хорошо забытое из истории автомобилестроения. Здесь же представлены журналы за рулем, глядя на которые, можно только удивляться, надо же, было и такое. Мы сделали крен такой в сторону именно историчности процесса. Во-первых, выставились ряд коллекций вот именно по темам – общественный транспорт, гоночные автомобили, какой-то российский и советский автопром. И на примере вот этих моделей можно проследить развитие, историю и автопрома, и, видимо, просто общую историю, как на чем люди ездили, как все это развивалось. А еще в рамках выставки будут проходить конкурсы. Один – детский на внимательность. Будут выставлены две одинаковые машинки, но с небольшими различиями, которые участникам и нужно будет найти. В рамках второго – собрать модель автомобиля из набора. Жюри все модели осмотрит, оценит и выявит победителя. А подведение итогов двух конкурсов пройдет 8 ноября, в предпоследний день работы выставки. И еще культурно-творческая встреча прошла на этих выходных в арт-клубе «Планетарий». Здесь рязанские либерал-демократы организовали очередной концерт для молодых горожан с участием местных рок-исполнителей. Чтобы молодежь не занималась ерундой, нужно предложить ей альтернативное занятие. Музыка – это красиво, интересно, да и жанров, и стилей ее существует великое множество. Как говорится, на любой вкус, но чем не занятие для современных юнцов? Именно в этом направлении работают представители партии ЛДПР. В минувшее воскресенье в арт-клубе «Планетарий» прошел концерт, организатором которого и выступили либерал-демократы. Мероприятие наше, оно уже стало традиционным, потому что уже мы неоднократно проводили в арт-клубе «Планетарий» такие мероприятия. Мы хотим, чтобы молодежь больше общалась, больше приобщалась к музыке. Потому что те люди, которые чем-то увлечены, никогда не пойдут кого-то грабить, убивать и совершать какие-то нехорошие, так скажем, поступки. Сегодня он на этой сцене будет играть несколько рязанских рок-групп. Все ребята молодцы, замечательно. Может быть, они еще не достигли пика своей популярности, но тем не менее уровень их игры довольно-таки высок. На сцене «Планетария» выступали рязанские рок-группы. Настоящий, уж простите за жаргон, кайф, по мнению музыкантов, овации благодарных зрителей. Ну а коллектив, заслуживший самые громкие аплодисменты, получит еще один бонус в свою копилку. Ребята, спасибо, что сегодня пришли на этот концерт. Всем хорошего вечера. А то маленькое объявление. Сегодня играет много замечательных коллективов. И потом в конце вечера по вашим аплодисментам мы поймем, кто из них лучший. И вот лучшему коллективу мы подарим сертификат на запись песни в студии «Саунт Плаза». Ребята, время молодых, время рок-группа! Особенно радует то, что с каждым разом на концерты в «Планетарии» приходит все больше зрителей. А это значит, что рязанская молодежь испытывает живой интерес к развлечениям такого рода. Сами же выступающие стремятся держаться в заданной планке. А партия ЛДПР и дальше будет продолжать свою работу с молодежью. На прошлой неделе в Рязань приезжали гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов и министр здравоохранения России Ольга Скворцова. Делегация побывала на заводе «Форд», который выпускает современную вакцину против простуды и гриппа. О том, как прошел этот визит высоких чиновников, в программе подробностей. Ее гость сегодня – министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Михаил Пронин. А на сегодня это все. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА